Вины не признает в Ленинском рассуде бывший вице-губернатор Дмитрий Хвостов произнес последнее слово перед вынесением приговора. Напомним, экс-вице-губернатора по строительству обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. В деле фигурируют четыре эпизода. По версии следствия от Владимирских застройщиков Хвостов получил больше 20 миллионов рублей. В деле фигурируют названия известных строительных фирм, представители которых по материалам следствия передавали бывшему чиновнику деньги. С одной стороны, Хвостов вроде и рад этому открытому судебному процессу, на котором общественность узнала о нравах, царящих в строительной отрасли. С другой стороны, в последнем слове бывший чиновник подчеркивал, что его оклеветали. Показали истинное лицо некоторых строителей, которые дали ложные показания против меня. Их телефонные переговоры, где было ясно, что им наплевать на всех, кроме себя. Что пришли в суд и просили, чтобы их переговоры, телефонные, не давали информацию. Им есть что скрывать, поверьте мне. Но не все строители такие. Божество хороших и порядочных строителей в нашей области. Сам Хвостов вины не признает. Он считает, что дело сфабриковано и имеет политический характер. Бывший вице-губернатор по вопросам строительства уже два года находится под стражей. В своем последнем слове он поблагодарил судью за то, что тот разрешил ему свидание с сыном и звонок к матери. Теперь Хвостов надеется на справедливый вердикт суда. Приговор по его делу озвучат в ближайшую пятницу, 23 ноября. Хочу отметить, что все видели, которые давали показания против меня в суде, ясно сказали, что на них было оказано давление со стороны следствия, что обозначает, что все дело сфабриковано против меня. Это записано в протоколе допроса суда. Уважаемый суд, если я провозил свои полномочия, то готов понести наказание. Взяток я не брал ни от того, и разговоры не хнуют. Виновным себя не считаю. Прошу суд объективно рассмотреть это уголовное дело и вынести справедливое решение.